Приветствую вас. Я, честно говоря, думаю, что здесь вот дело не в готовности вашей к отношениям, как вы говорите. А дело здесь скорее в том, что вы от себя требуете. То есть вы требуете от себя большего, чем вы можете дать сейчас девушке. И когда вы понимаете, что дать вы можете, условно говоря, немного, то есть у вас немного времени, у вас есть обязанности, да, у вас есть ответственность. И соответственно, у вас есть определенное количество ресурсов только, которые вы можете дать. И естественно, что в таком случае, да, уходит число, потому что вы понимаете, что, ну а как, я не могу дать девушке то, что она хочет. Вот. И как бы штука в том, что вы требуете от себя слишком много. И вы не просто требуете от себя слишком много, но вы, как мне кажется, даже бичуете себя и обвиняете себя за то, что не можете дать, ну, больше, что ли, да. То есть вот такая какая-то история получается здесь. Вот. А ведь ресурс, он ведь ограничен. У вас ресурс он может быть ограничен у всех людей. Это касается не только вас, это касается, ну, вообще всех. И это нормально. Вот. Нормально, что вы не можете дать больше, чем, например, у вас есть. Вот. Поэтому мне кажется, что дело здесь не в том, готовы вы к отношениям или нет. Дело здесь в том, на какие отношения сейчас вы способны. Да? Вот. Я усматриваю в формулировке не готов к серьезным отношениям некоторую такую концепцию, что серьезные отношения должны быть только определенными. Вот. Ну, для вас серьезные отношения. Например, там, девочка, там, требовала, ну, от вас чего-то, что вы не можете ей пока дать. И, может быть, и не сможете в ближайшее время. А, может быть, и сможете. Вот. То есть это неизвестно еще пока, да. Вот. И мне кажется, что вот это ключевой момент. Вот это ключевой момент. Чтобы вы увидели свои возможности, чтобы вы увидели свои ресурсы, чтобы вы позволили бы этому ресурсу, который у вас есть, проявляться, чтобы вы отдавались этому ресурсу полностью. Не брать вам дополнительные ресурсы на то, условно, чтобы, ну, чтобы как-то вот еще одно дополнительно от себя требовать что-то. Вот. И, соответственно, 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 ясно бы давали девушке понять, неважно этой девушке или другой девушке, вот, на что вы способны, на что вы можете. Чтобы не было ожиданий, таких вот, ну, завышенных ожиданий, да. Вот. Вот. Собственно, это является ключевым моментом. Следующим моментом уже менее, как мне кажется, ключевым, именно в этой ситуации менее ключевым, но не менее важным для вас, является то, насколько вы свободны в объеме своих возможностей, то есть, насколько вы являетесь вот самим собой в рамках вот этих вот всех. обязанностей, которых, которых, которые, которые вы на себя обзвалили. Вот. Ведь если вы, например, чувствуете себя не свободным в этих обязанностях, если вы чувствуете, что вам тяжело, трудно, если вы чувствуете, что, ну, что это не совсем вы, да, например, что неплохо было бы там, я не знаю, отдохнуть, например, да, и так далее. То на этом нужно обязательно сделать акцент и отказаться от счастья обязанностей не ради, не ради девушки. Не ради девушки, не потому, что она требует от вас, там, не знаю, большего, а ради себя. Вот. Чтобы вам было, ну, как бы, комфортнее, чтобы вам было лучше, чтобы вам было, было, ну, счастливее жить, я бы вот, наверное, я бы так, наверное, сказал. Да. А то ведь получается такая ситуация, что вы живете как будто бы не для себя, а получается ситуация, как будто вы живете, ну, там, для всех, да, для, ну, для кого угодно, вот, кроме себя. Кроме себя. Вот. И, на мой взгляд, это не очень хорошая идея. На мой взгляд, это не очень, не очень хорошо. На мой взгляд, это не очень, ну, гуманно, что ли, вот, по отношению к вам, например. Вот. И вам нужно, как мне кажется, об этом подумать. Вам нужно, как мне кажется, для себя этот аспект решить. Потому что, если вы здесь не очень хорошо, например, себя чувствуете, если вы здесь не очень хорошо, например, себя понимаете, то это, как бы, основание для, как раз таки, проблем. Основание для ваших проблем. Основание для неудовлетворенности, конфликтов и так далее. Может быть, да, может быть, даже основание для чувства вины. Ну, если, например, у меня такое ощущение, да, что вы себя виноватым чувствуете. Знать, что вот, значит, сделал, сделал человеку больно, например. Ну, этого бы не было, если бы вы были собой. Вот. Когда вы пытаетесь всем угодить, когда вы пытаетесь для всех быть хорошим, то, конечно, начинаются проблемы, начинаются трудности, начинаются какие-то недопонимания, начинаются какие-то тревоги. требования к себе и так далее. Знаете? Вот. Поэтому вам нужно посмотреть, насколько вы являетесь собой в том, что делаете, насколько вы естественны в вот этом наборе обязанностей, которые на себя завалили. И если естественно, то просто фиксируете свой ресурс и позволяете ему быть, заявляете о нем, декларируете, на какие отношения вы готовы идти, какого рода отношения вы готовы строить, а какого рода нет. И это вопрос личных границ. То есть это необходимость развития навыка личных границ. Не только, опять же, для девушки, но и вообще глобально. Для всей вашей жизни это мало пригодится. Потому что уже сейчас лично я чувствую, что вы измотаны. Вот. Уже сейчас я чувствую, что вы устали уже. Сейчас я чувствую, что вам тяжело, что вам трудно. Вот. И ресурс человека, он не безграничен, к сожалению. Вот. Поэтому нужно расставлять приоритеты. И самое тонкое в приоритетах. То, что они могут, эти самые приоритеты могут меняться. Меняться со временем, меняться как реакция на какие-то обстоятельства и так далее. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...